Но есть такое понятие «ярость». Я ездила летом в Дагестан на 10 дней. Я бы сказала, тебе вообще это не должно касаться, иди лесом там, куда шел. Я бы ему в ответочку тут же просто стрельнула. Всем привет, меня зовут Вадим Тихомиров, и записывая это интервью, как сказал мой близкий друг, я хотел бы остаться понятым, а не понятым. После того, как Шахзот Джурабоев в футболке Кристиан Диор ударил девушку в шортах неизвестного бренда за то, что она в них бегала по подмосковному городу Нахабино. Мне захотелось услышать мнение об этом от девушки, которая профессионально занимается не бегом, а единоборствами. Так вышло, что Ирина Алексеева, выступающая в UFC, была готова об этом поговорить. По-моему, поговорила об этом прекрасно. А расскажите, вот видели ли вы новость о том, что случилось сегодня в подмосковном городе Нахабино? Я слышала, что там какой-то турист или миграционный человек ударил девушку за то, что она была в коротких шортах. Ну вот понятно, что там сейчас огромное количество людей в комментариях призывают от четвертования до воспитательной беседы. Мне интересно, как на это реагирует девушка, которая занимается спортом. Какая у вас вообще первая эмоция, реакция, когда вы читаете такую новость? Как это? Невоспитанный просто человек, который приехал в гости, здесь свои правила. В гостях всегда же люди ведут себя прилично. Вот, допустим, я ездила летом в Дагестан на 10 дней. А все знают, как я люблю носить короткие шорты, там топики, майки летом. Я в купальнике на велосипеде езжу, загораю. Но там я ходила в рубашке, в штанах. Я ни разу не одела даже футболку, шорты. Если футболка, то до локтя, потому что я уважаю местных жителей. Я знаю, что для многих, особенно для мужчин, смотреть на какие-то оголенные части тела для женщины, это такой, можно сказать, какой-то соблазн, или что, как правильно, не знаю сказать. И поэтому, когда они едут в гости сюда, мигранты к нам, они должны понимать, что у нас многонациональная страна, у нас много республик. И есть республики, где основная часть населения там мусульмане, да, где есть где православные, есть где смешанные. Там, ну, в каждой части России свои традиции, люди живут по-своему. И нужно, куда бы мы ни приехали, уважать в первую очередь население, в котором мы живем. Я вот тоже такая думаю, если бы мне подошли и сказали, типа, ну, почему ты в шортах, если бы мне в Москве подошли и сказали, я бы сказала, у тебя вообще это не должно касаться, иди лесом там, куда шел. Вот, если бы ко мне подошли, допустим, в Чечне или в Дагестане, сказали, почему ты в шортах у нас так не принято, я бы извинилась и сказала, что я переоденусь. Но если бы я не знала, а если бы я знала и вышла в шортах, вот, но могу сказать одно, если бы я знала, я бы никогда не вышла и я не выходила, потому что я уважаю и знаю прекрасно. А этот человек, который сюда приехал, меня бы, если бы он ударил, если бы я на ее месте оказалась, я бы ему в ответочку тут же просто стрельнула. И, учитывая его фото, как он выглядел, я думаю, что он бы там валялся и наверняка у меня бы уже проблемы с законом из-за этого козла бы были, но проучить бы пришлось 100%. Мы с вами когда говорили, вы говорили, что в целом все равно мужчины посильнее и, условно, даже с неподготовленным мужчиной девушке будет тяжело. А вот, ну там, если мужчина примерно вашего веса и, ну, действительно неподготовленный, подготовленный, честно, вы бы там смогли справиться один на один, так, по ощущениям? Знаете, как могу сказать, что есть такое понятие, мужики в любом случае сильнее девушки, какая бы она на внешний вид ни была, какие бы у нее мускулы не были, но есть такое понятие ярость. Вот любая мать своего ребенка, которому грозит опасность, может совершить очень такие жесткие вещи. Есть примерно тот же самый инстинкт и самосохранение. Когда женщине грозит какая-то опасность, у нее наверняка включится внутренний инстинкт самосохранения либо ярость, состояние аффекта. Когда у человека состояние аффекта, это просто, ну, мы можем творить нереальные вещи, сами того не понимая. Как профессиональный боец, можете рассказать, если бы на вас, не дай бог, я бы там никогда не хотел, чтобы вы это проверяли, напал парень или мужчина, а вы бы дрались в стойке или вы бы перевели? Потому что вы мне рассказывали, что вы даже парням делали приемы, и вы можете там болевой на ноги сделать. Ну, у меня были такие случаи так-то. Но это было, конечно, не в лицо, это было со спины. Вот, я выпала, когда я встала, там человек увидел мои глаза, он просто на них посмотрел, убежал за забор, держал этот забор, чтобы я не выбежала, и кричал, уберите ее кто-нибудь. Мне было уже попробовано, что будет дальше. Я знала, что сейчас я ему дам сдачи 100%. В моем случае, не знаю, я бы такое не стерпела. Может быть, когда человека ударят, у кого-то реакция, они в шоке, они падают, они начинают плакать, не понимают, что произошло. А я такая, если меня ударили, мне всегда нужно ответить, дать задачу, либо отомстить со временем. Если вернуться к вопросу, вы себе представляете, что вы в стойке накидываете, или вы представляете, что человек ноль в борьбе, как говорят, грач. Я вот услышал недавно от Виктории Дудаковой такое классное выражение, грач, это значит, что ничего не умеет. И вы бы там могли очень легко там каким-то треугольником просто задушить человека и выключить его. Что было бы там ближе, удобнее? Я предпочитаю стойку, конечно же, потому что, ну, хоть там какие-то бои я и выигрывала в партере, но мне больше нравится на своих ногах чувствовать себя, как говорится, в стойке. Партер для меня – это порнография, и мне там некомфортно. Но иногда приходится там тоже тавствовать. Парень, которого вы видите на фото, по вашему ощущению, он бы проиграл в стойке? Ну, это даже не парень, это не мужчина, это вообще даже не человек. Если он такое сделал, я даже не знаю, как его назвать можно прилично. Жестко, четко и по факту. Вот у нас такое получилось интервью. Расскажите, когда у вас в перспективе бой, что говорят себе все. 14 октября бой в Лас-Вегасе. Я уже приступила к такой пока подготовке. Раз в день тренируюсь. В шортах тренируетесь? В шортах тренируетесь? Давайте, главный вопрос. Чисто по настроению, когда как. Иногда полголая, иногда, как это, не знаю, одетая, как будто зима. В зависимости от погоды здесь. И в зависимости от тренировки. Смотря какая тренировка. Какая тренировка, такая одежда. Если тренировка больше в стойке, и одежды меньше. Если тренировка больше в борьбе, одежды больше. У меня просто, ну, когда больше одежды, борьба, это больше прикосновения. А у меня аллергия на чужую кожу. Продолжение следует.